Наш мир устроен так, что некоторые профессии исчезают, их заменяют компьютеры или станки. Но есть специальности, которые всегда были и всегда будут. Сегодня 12 мая, Международный день медицинской сестры, и об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Я, честно, очень волнуюсь сегодня, потому что к нам в гости пришел человек, которого мы очень давно ждали и мечтали увидеть в этой студии. Это Нина Николаевна Косарева, президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестер, член общественной палаты Самарской области. Нина Николаевна, здравствуйте и с праздником. Добрый день, спасибо. Спасибо. Его ласковые руки ни один робот не заменит. Если вдруг вы не знаете, Нина Николаевна прошла очень длинный профессиональный путь от фельдшера кардиобригады, да, правильно? Она была их главной медицинской сестрой кардиодиспансера, старшей медицинской сестрой. И сейчас потом стояла у истоков образования сестринского дела в Самарской области. Собственно, этим продолжает сейчас заниматься. И поэтому сегодня я очень просила Нину Николаевну помочь нам представить вообще суть этой профессии, потому что, ну, все мы знаем, что существует медицинская сестра. Наверное, вглубь вот никто из нас не пытался заглянуть и не заглядывал. И прежде всего вот такой вопрос. Врачи имеют квалификации, там, высшей категории врачи, специализацию имеют врачи. А медицинская сестра есть какая-то градация? Вы знаете, и медицинская сестра имеет квалификационные категории. Первую, вторую, высшую. Также специализации различные. Если вот в то время, когда я начинала работать, просто была медицинская сестра, то теперь мы имеем такие специализации, как медицинская сестра анестезист, операционная сестра, сестра педиатрическая. И каждая вот эта вот направленность, она подразумевает специализацию и повышение квалификации именно вот в этой отрасли. Это уже разделение происходит после того, как человек начинает работать, не во время учебы? Нет, конечно. Сначала человек, вот медицинская сестра, там, фельдшер, акушер, они получают базовое образование, ну, допустим, в нашем Самарском медицинском колледже имени Наляпиной. Некоторые, ну, те, как особо привержены специальности, как я считаю, они даже еще, обучаясь в колледже, они получают первичную специализацию. Ну, например, вот в медицинской сестра, просто, да, специализация сестринское дело. Но она идет работать в педиатрическую больницу. И она не может сразу работать там, потому что ей нужна первичная специализация, сестринское дело в педиатрии. И поэтому, еще обучаясь в колледже, она получает эту специализацию. То есть все там тоже так непросто, да? И она, на выходе, она, если вот до того момента, как у нас сейчас началась аккредидация, она получала, соответственно, два сертификата. Значит, сестринское дело и, допустим, сестринское дело в педиатрии. Нина Николаевна, сейчас, может быть, смешную для вас вещь скажу. Вот готовилась, когда к программе, нашла такое высказывание, если клятва Гиппократа гласит «Не навреди», то клятва медсестры должна гласить «убедись, что в России соблюдают клятву Гиппократа». Насколько здесь много шутки в этой шутке? Ну, я думаю, что это шутка. Я думаю, это шутка, потому что медицинские сестры, фельдшера, кушерки, они также на выпуске, они также дают клятву. Ну, клятва Флоренс Нейтингел. Вот, кстати, праздник, который мы празднуем 12 мая, он вообще во всем мире, он празднуется более 100 лет. А в России он празднуется с 1997 года, то есть всего. И посвящен он английской медицинской сестре, которая во время Крымской войны организовывала работу в госпиталях, где была очень высокая смертность. И вот благодаря правильной организации работы, там, уходу за пациентом, вопросом питания, там, проветривание и дезинфекция первичная на то время, вот эта смертность среди раненых была снижена во много раз. Мы начали праздновать в России, вот как я уже сказала, с 1997 года. Ну, вот поскольку вы сказали шутка, что медсестра должна следить за соблюдением доктором каких-то там этических норм и правил, то совершенно не шутка, и мы это все сами видим. Например, во время обхода, когда приходит врач, где-то на полшага за его спиной стоит медицинская сестра. Вот эта вот субординация, она как-то этому обучается, или это, в общем, так случайно происходит? Ну, вы знаете, это вообще само собой подразумевается. Вот слово субординация, это очень хорошее, оно мне очень нравится. Потому что, ну, понятно, что и врач, и сестра, они по большому счету работают в одной команде. Если, допустим, врач в стационаре ведет палату, ведет пациентов, то, соответственно, прикрепленная палатная медицинская сестра к этому врачу и как бы к этому пациенту. Но дело в том, что есть вот в наше время уже, в более такое продвинутое, вы знаете, я бы сказала, что это, во-первых, командная работа, во-вторых, во многих случаях у нас сейчас медицинские сестра занимают совершенно самостоятельную, свободную нишу. Хотя, к сожалению, пока законодательно это не закреплено, хотя даны как бы рекомендации различные на разных уровнях. Вот, например, у нас в Самаре, вот, к примеру, взять 15-я городская поликлиника, 15-я городская клиническая поликлиника промышленного района, 6-я городская поликлиника, где медицинские сестры работают по-разному. Есть медицинская сестра на приеме с врачом, да, есть медицинская сестра самостоятельно, но во время работы врача, и есть медицинская сестра, которая совершенно самостоятельно работает, и которая в регистратуре отдельно получает талоны к медицинской сестре. Ну, для каких пациентов? Во-первых, ну, те хронические больные, которым установлен давно диагноз, у которых стабилизированное состояние, у которых отработано лечение этих пациентов. То есть, допустим, если пациентке нужно, ну, к примеру, продлить, выписать рецепт на дальнейшее, допустим, лечение, то тем, чем она лечится уже достаточно длительное время, то медицинская сестра ее совершенно самостоятельно может сделать. Это школы по обучению пациентов различным приемам при, ну, допустим, гипертонической болезни, при приступах с инкардией, то есть как должен вести себя пациент, как он должен суметь оказать себе самопомощь, прежде чем, допустим, там у него разовьется тяжелое состояние, потребуется вызов скорой помощи. Это школы, я считаю, это очень хорошее дело, когда наши медицинские сестры обучают уходу за тяжелыми пациентами, находящими, допустим, в домашних услугах, уходу за пациентами, родственников, выхаживанию этих пациентов, как правильно перевернуть, как правильно перестелить постель, как, ну, то есть так, как это должен осуществляться уход по всем правилам. Нина Николаевна, ну, а вы видите все равно, вот, по сравнению с тем, например, как вы начинали свой трудовой путь и сейчас, медицинские сестры все-таки все больше полномочий врачебных на себя берут? В городском округе Сызране по инициативе, значит, администрации города Сызране проводился такой конкурс «Лучший специалист». Ну, во врачебной в какой-то специальности, там разные номинации по сестринским, акушерским специальностям, и была такая номинация медсестра будущего. И вот я вручала, как бы, призы по этой номинации, я тогда сказала, вот уже сейчас можно сказать, что сейчас медсестра – это медсестра будущего, потому что вот тогда, когда начинала я, например, работать, да, не было совершенно никакой техники, кроме кардиографа, например, дофибриллятора, не было никаких компьютеров, ничего. Я вот сейчас вспоминаю, как бы, инструкции различного характера, выписывали это все от руки и там где-то вывешивали когда-то. То есть это совершенно потом… Какие стали медсестры? Ну, я образно говорю, медсестра, да, но я имею в виду и акушерок, и фельдшеров, и лаборантов. Это совершенно другой уровень. Это грамотная, это профессионально компетентная, вот на самом высоком уровне. Я не могу сказать, что это все у нас такие медсестры, но это большая часть, которые владеют в совершенстве вот своими сестринскими манипуляциями, которые, вы знаете, очень достойно выступают на конференциях с докладами на самом высоком уровне. Вот у нас сейчас 19-20 мая будет в Москве международный форум по гериатрии и геронтологии. И там сестринская секция. И помимо того, что вот там выступают лекторы с института сестринского образования нашего университета, две… Ну, там едет команда, но две медицинские сестры едут с докладами на этот форум. И они очень достойно представят. Прежде чем еще глубже погрузиться в работу медицинской сестры, давайте сначала посмотрим сюжет, увидим медицинскую сестру, потом продолжим разговор. В следующем году медсестра Самарского кардиодиспансера Марина Крюкова отметит 40-летие своей профессиональной деятельности. Говорит, за эти годы ни разу не пожалела, что связала свою жизнь с этой профессией. Говорит, больше всего любит работать с детьми, но с ними же и сложнее. Ведь малыши не всегда могут объяснить, что болит. Ситуацию порой осложняют и родители, которые точно знают, как нужно лечить. Двойная нагрузка, ребенок и мама. Сейчас мама сложнее. Особенно сейчас, когда все очень юридически подкованные, когда все приходят подготовленные, интернет им в помощь, они все знают. Даже иногда лучше врачей. Ну и как бы приходится как-то находить общий язык и с ребенком, и с мамой. Иногда, рассказывает медработник, важно оказаться в нужном месте в нужное время. К примеру, однажды на прием к врачу женщина приехала в сопровождении мужа, который в коридоре потерял сознание. Оказалась остановка сердца. Сотрудники кардиодиспансера спасли пациента. Ну, соответственно, начинаются реанимационные мероприятия. Отключаем бригаду. И когда через три дня идет человек улыбается, двенадцать речом, мне кажется, это самое лучшее, что может быть на свете. Радует, потому успел помочь человеку. Бакатле Чехова в профессии тоже человек не случайный. Медсестрой решила стать еще в детстве. По словам Бакатле, скучать не приходится. И эмоционального выгорания тоже нет. Профессия требует постоянного обучения и движения вперед. Это сложная, но очень интересная работа. Плюс это всегда развивается хирургия. То есть всегда есть стимул развиваться самой, всякие технологии, осваивать уже, которые более передовые, допустим, в операциях. Потому что наши хирурги развиваются, и вместе с ними развиваемся, соответственно, мы. Двенадцатого мая отмечают Международный день медицинской сестры. В России праздник отмечают с 93-го года, с тех пор, как создали Ассоциацию медицинских сестер, которая поддерживает работников этой профессии. Нина Николаевна, хочу спросить вас о вашей организации. Вот все-таки какова была изначально цель ее создания у нас в Самарской области? Что вы хотели? Ну, вы знаете, я о своей любимой организации могу говорить долго. Значит, ну, начну с того, что 31 мая нам исполняется 27 лет нашей организации. И попутно хочу похвалиться, что мы имеем собственный офис, закупленный исключительно свои средства. Это, кстати, о многом говорит. Это, во-первых. Ну, цели, да. Разные, конечно, цели. В то время, когда мы организовались и инициатором создания нашей организации, тогда был Сергей Иванович Двойников, это был декан факультета сестринского дела. И Татьяна Ивановна Вялова, ее, к сожалению, уже нет с нами, она тогда возглавляла кадровую службу главного управления здравоохранения нашей Самарской области. И, собственно, это по их инициативе, вот, они сорганизовали нас, 26 человек. Это главные сестры самых крупных лечебных учреждений Самары. Тогда открылся факультет высшего сестринского образования, вечерняя форма. И вот мы, 26 человек, были приняты и, в общем, обучались. Это было совершенно новое дело. Но это можно расценивать как профсоюз медицинских учреждений? Нет, конечно. У нас разные совершенно цели. И вот тогда была организована ассоциация, да, и тогда мы какие мы цели тогда ставили, да? Во-первых, объединение сестринского персонала, да, в организацию. Во-вторых, возрождение вот традиции милосердия, то, что всегда было присуще и русскому народу, и русским медикам. Они куда-то потерялись, эти традиции? Вы говорите о возрождении. Нет, конечно. Ну, тогда, вот, допустим, поиск каких-то инноваций и внедрение у нас в территорию. Потому что, я вам еще раз говорю, вот сейчас медсестра о будущем, можно сказать, да? Потому что какие технологии сейчас, и в том числе в работе медицинской сестры, вот 27 лет назад этого не было. А сейчас это есть. А теперь у нас главная задача, вот на данный момент, это непрерывное профессиональное развитие персонала. Это подразумевает обучение. Значит, у нас, ну, как во врачебной, собственно, специальности, это у нас сейчас есть федеральный центр непрерывного медицинского образования. Значит, вот наша какая задача. Мы, ну, по плану ежегодному, мы проводим онлайн-трансляции, конференции по различной тематике. Причем эти конференции транслируются не только на Самарскую область, они вообще идут на всю Россию. И вот последняя, например, у нас конференция была 28 числа, и на которую было подключено 2400 человек. Ну, а вот, например, чему обучение? Значит, мы берем все специальности. Например, вот мы начали год, у нас была конференция, посвященная вопросам онкологии. Значит, готовил наш Самарский областной клинический онкологический диспансер, где, кстати, Всероссийская школа по качеству и инновациям. Сестринская, заметьте. Да, потом у нас противотуберкулезный диспансер имени Постников готовил по своей тематике. У нас 24 марта, это Международный день туберкулезы. Потом мы провели конференцию по этике и донтологии. Вот сейчас у нас готовится конференция 5 мая, это Международный день акушерки, и мы готовим сейчас это. То есть у нас, а вот 28-го, это организация работы ЦСО, Централизованное стерилизационное отделение, это та тема, которая касается вообще всех. То есть общей темы. Николаевна, а вот какие, на ваш взгляд, ну, может быть, самые основные проблемы в сестринском деле, те проблемы, которые касаются и нас, потенциальных пациентов, о которых, может быть, и нам нужно знать? Вот, что это за основные проблемы, которые нужно решать вот прямо вот сейчас уже незамедлительно? Вы знаете, несмотря на то, что вот всё современное, всё достойное, но вот, например, проблема нехватки кадров, она была актуальна тогда, когда я начинала работать в кардиодиспансере, она актуальна сейчас за той большой разницей, что в то время, значит, медицинская сестра, закончив тогда ещё училище, она была обязана отработать по распределению 3 года. И если она по какой-то причине не являлась к месту работы, её с милицией в то время разыскали. Нет, это реальная жизнь. Нет, я верю. Теперь, вот, к сожалению, хотя мы об этом много говорим и пишем, и национальная палата во главе с Рашалём, и, да вообще все мы говорим на этом уровне, на самом разном уровне, что в какой-то степени это должно быть возвращено. Потому что, вот, я, например, моё личное глубокое убеждение, что если государство потратило деньги в твоё обучение, неважно, в медицине, в техническом, каким-то там вузе, специальности, то ты будь любезен отработать какое-то время. Да, это существовало во всех. Вот теперь, как бы, нашли выход, целевое обучение. Это подписывается, значит, трёхсторонний договор между обучаемым, работодателем будущим и образовательным учреждением. Вот как-то мы пытаемся сделать кадровую такую вот передвижку, чтобы мы не страдали от дефицита. С другой стороны, да, проучился человек по целевому договору, пришёл. Некоторые вот приходят в лечебную очередь, не все, конечно, но есть часть персонала, которая, вы знаете, и возвращает эти деньги. Да, и не приходит. И вот выпуск, ну, хороший, достаточный выпуск у нас в колледж ежегодно, достаточно. И хорошие ребята вот сейчас. Если было время, когда, знаете, студенты брали, вот как я тогда говорила, вот все, кто проходит мимо, теперь очень высокий конкурс. Вот в колледже Менеляпино, очень высокий. То есть туда идут отборные просто школьники. Какие тогда эти кадры? Вот они обучаются, да. Кто-то, например, проучился курс, на следующий год вдруг обожелал поступить в университет медицинский. Он уходит, да. Кто-то там закончит, да, ну, кто-то в армию пошёл, кто-то замуж вышел, кто-то также решил продолжить своё обучение. Приходят, оставшиеся, да, приходят в лечебное учреждение. Ну, вот, например, ну, к примеру, в июне прошёл выпуск, да, прошла первичная аккредитация, они получили диплом, аккредитацию получили. Ну, отдыхают. Июль отдыхают, август отдыхают, сентябрь отдыхают. Ну, потом кто-то придёт. Но, к сожалению, не все из них задерживаются в лечебных учреждениях. Вот сейчас такого вот всё-таки в наше время и, может быть, некоторое время назад не было такого понятия, как миграция медицинских кадров. Вот сейчас, к сожалению, это есть. Особенно вот сейчас, когда два года мы поработали в условиях ковида, и кто-то уезжал работать вообще. Ну, это врачебный, конечно, персонал вообще в Москву, там, куда их приглашали, да, они вот брали здесь за свой счёт или как-то уезжали. Вот сейчас мы, в общем-то, ранее никогда с этим не сталкивались. А сейчас и фельдшера, и анестезистки, и медицинские сёстры, они едут, вот, например, в Московскую область. Поехали. Я всегда говорила, ну, хорошо, ну, заработали они деньги, но ведь нужно заплатить за всём квартиры, да, питание и так далее. На что мне ответили? Значит, квартиру им предоставляют, питание им оплачивают, то есть создают все условия, чтобы они из города Самара, например, приехали в Московскую область. Или вот у меня коллега моя, президент Забайкальской ассоциации, Забайкальской, значит, они в Москву ездят вахтовым методом. Ну, извините, я хочу сказать, всё равно, конечно, делается много для того, чтобы удержать. Я всегда говорю, мало того, что выучить, вот он пришёл, его надо удержать. И молодых специалистов, и работающих. Вот главный врач, конечно, для этого делают очень много. Во-первых, по коллективным договорам надбавки. Вот молодой специалист пришёл, то сразу надбавка идёт. Во-вторых, во многих вот наших самарских клиниках им, значит, оплачивают съёмное жильё. И какие-то транспортные расходы. Потом, вот ещё я когда была депутатом, это самый вот большой крестик, о котором мы, наша организация, я считаю, у нас тогда была встреча организована с тогдашним губернатором Артиковым. По нашей инициативе вот. И вот тогда, это много лет назад ещё было, да, выплаты молодым специалистам по наиболее востребованным специалистам. То есть до этого получали только врачи. Вот с этой встречи, буквально она у нас была 29 февраля, а первого на итоговые коллеги уже Артиков тогда объявил, что вот принято решение, и вот с тех пор эти выплаты, они существуют. Если они были 169, то сейчас они подняты до 200. Но тогда, сейчас это на самом деле наиболее востребованная специальность, причём это целевые, например, ну, к примеру, вот в Сергиевск, например, нужны там анестезистки, да. Вот, значит, анестезистки, которые едут в Сергиевск, они получают вот эти 200 тысяч. Программа «Земский фельдшер» тоже от 500 тысяч до 750. В зависимости от того, ну, это более большое, допустим, населённый пункт, или там поменьше, там удалённость. То есть это много делается, конечно. Ну, то есть кадровые всё-таки вопросы, да, я слышу, что решаются. А вот смотрите, всё-таки медсестра, как мне кажется, особенно сейчас, работает в условиях, ну, некого такого повышенного стресса, потому что мы, пациенты, стали очень невоздержанные, разные, и люди, конечно, встречаются и психически неустойчивые, и грубость проявляют, и агрессивность. А вот как медицинские сёстры справляются с этой проблемой? Тоже есть какое-то специальное обучение для этого? Потому что это же очень важно, иначе можно выгореть мгновенно. Вы знаете, это очень актуальный вопрос, очень актуальный вопрос. Это вообще характерно вообще для здравоохранения везде, да? Вот фельдшер, да, пришёл работа на скорую помощь. Вот через год уже вот так называемое эмоциональное выгорание, потому что это нагрузки, это разные вызовы, это разные пациенты, разные ситуации. И если вот я, когда начинала работать над скорой помощью, на линии у нас был врач и фельдшер, а в специализированных бригадах был врач и два фельдшера, то сейчас фельдшер один ездит на вызов, либо ездит он с медицинской сестрой. И разные ситуации, и разные вызовы разные, в разные места они приезжают, где и грубость, и насилие, и много чего. И сам труд очень тяжёлый. Что делать? И поэтому, ну, вы знаете, многие сейчас в своём штате содержат психологов. То есть всё-таки подготовка идёт в этом плане. Потому что человек не может вот иной раз сам решить эту проблему. Значит, ну, различные, я считаю, очень хорошо помогают это различные корпоративные мероприятия в коллективные. Это какие-то эстафеты лыжные, это там, допустим, походы в бассейн, в театр, допустим, какие-то соревнования. То есть вот какая-то эмоциональная разгрузка, она должна быть, потому что это невозможно. Человек вот из таких условий ещё приходит домой, да, а там семья, муж, дети, которые ждут улыбающейся, да, маму, живу. Ну, чтобы нам внимания, да. Чтобы им тоже доделили внимание. Поэтому это очень важно. И вот, кстати, мы в прошлом году, была такая акция, это Волгоград проводил психологи-медикам. И мы к этой акции подключались, вот наша организация, и рассылка шла по лечебному учреждению. Не только, если начинался для тех, кто работал в ковиде, то потом это по всем лечебным учреждениям. И вот различные мастер-классы, там, разыгрыш. То есть уделяется этому времени, но... Нина Николаевна, и вот на оставшиеся буквально минутки хочу всё-таки ваше личное восприятие. Вот если такая тяжёлая работа, так много всяких подводных здесь камней, а каждому больному, по сути-то, надо отдавать частичку души. А что тогда людей держит в этой профессии? Я, конечно, на вашем примере хотела бы вот это понять. Вы знаете, ну, вот мне лично, я считаю, что мне повезло. Я в своё время не поступила в институт, да, на лечебный факультет, причём я несколько раз поступала. Но в будущем, вот, как бы я, как я говорю, я догнала это. Я получила высшее сестерское образование. Мне очень повезло, что я выбрала любимое дело. Я очень люблю свою работу и в качестве фельдшера, и старшей, и главной сестры, потому что уже я своих сестёр воспитывала. Вот в первую очередь это профессия по выбору должна быть, по велению души, не просто вот абы куда пойти, абы что там кончить, там вот для себя, там для семьи. Нет, если ты хочешь работать в специальности, ты должен понимать, куда ты идёшь, потому что вот очень хорошо сейчас, что у нас есть медицинские классы, да, что вот наш университет опорно, медицинские классы в этом году сделали, что есть профориентация молодых людей. Они должны понимать, что профессия – это не только белый халатик, вот он и гуляет. Ну, Николай, но всё-таки вот одним словом уже, вот это что, главное, что держит профессию? Это призвание, любовь к людям и любовь к своей профессии. Ну, и пользуясь случаем, я бы сегодня хотела поздравить наших акушерочек с прошедшим Международным днём акушерки и, конечно, весь сестринский персонал Самарской области с Международным днём медицинской сестры. Я хочу вам пожелать искренней влюблённости в свою профессию, в своих пациентов, в жизнь. Пусть всё у вас будет хорошо. – Нина Николаевна, а я, в свою очередь, тоже поздравляю вас с профессиональным праздником. Это была Нина Косарева, президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестёр, член Общественной палаты Самарской области, почётный гражданин Самарской области. Спасибо, что были с нами эти полчаса. – И вам спасибо. – Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова